всем добрый день пасмурной одессе мы сейчас стоим на лонжероновском спуске а это таможенная площадь но мы пойдем по лонжероновскому спуску мы здесь были вот сейчас пойдем туда польский спуск мы его снимали вот это лонжероновский спуск здесь табличка грину и горькому они здесь жили я уже рассказываю это когда снимала польский спуск поэтому не буду повторяться да 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 вот здесь сейчас клуб портовиков а здесь кафешка какая-то еще какой-то приморский видел державные веконатчу службу вместе одессе здесь даже еще и живут посмотри даже это номер 2 лонжероновский спуск номер 2 самое интересное что двор может быть под другим адресом но это уже так здесь вот тоже что-то парикмахерская посмотри парикмахерская здесь что-то такое все ой-ой-ой здесь компания морская вверху якоря ну тут было да вот это будут все укрепляться вот стоит табличка вот что будут делаться укрепляться вот это такой балкончик интересный смотрите на эту пушку это видите с такой дэвалану как называется первостроители одесского порта не ну то что налеплено как называется постамент точнее постамент ну как ведь этот такой план а брельефу дал их план к джебея к джебея 1794 да как дэвалан а вот здесь смотрите это одна стенка осталась от здания я не могу вспомнить что здесь было но я помню мы сюда ходили в актовый зал здесь был может быть кто-то помнит как называлась вот у меня склероз не могу вспомнить что здесь было но я помню просто я когда мы учили я училась медучилища мы сюда ходили что-то мы там делали что у нас посвящали в студенты или что это было очень давно поэтому ребята многие ну я многое забываю да потому что очень много поменялось всего и много стирается с памяти поэтому если что-то забываю вы уж не обижайтесь на меня те кто помнят уже некоторые так рьяно говорят вы что вот так я молодая женщина но уже не настолько просто так вам скажу у меня у нас сын 36 лет у нас трое внуков как вы думаете сколько нам лет ну так забываем конечно хотя мы считаемся молодыми и душой и делом слушайте такие лестницы конечно подниматься здесь очень красивый район дальше будет лонжероновский лонжероновская улица эти только время ласточки да 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 ласточка третит отсюда видно а здесь с одной стороны литературный музей а здесь вот если быть еще один музей есть надо повернуть эти многие не знаю да это сад скульптур вот посмотрите там видно заходишь внутри до видео а вот это вот в порт ну не порта помещение порту да управление портов украина вот литературный музей это работает сейчас покажу вот это управление портов украины ведь только как замок да это начинается лонжероновской один бывшая ласточка ну кто-то построил вот это все музей и там дальше уже желтый это уже исторический да исторический музей ну сейчас вот здесь вот мы идем здесь люди живут здесь не только хотя здесь все-таки исторические здания мы думали что они все административные уже но нет во дворах люди живут это дом номер три да вон свет в музее горит значит работа до отменили карантин выходной карантин вот памятник архитектуры жилой дом начало 19 столетия мы пойдем по дороге тут машины не ездят можно так лучше чтобы показать вот эти дома посмотрите эти дома что сейчас в этом дом какая-то табличка на это явно какую-то административную но там тоже люди живут да вот смотрите здание какое-то люди вот наверно приехали джероновская опять здесь живут люди зайдем если нас не побьют ворота открыли люди приехали смотрите здесь дворик я вам покажу быстро уходим здесь интернационал видите да мы выходим я могу показать еще это у нас есть этот вот камин да покажите да хотим да но все равно интересно о смотрите такие доброжелательные вот посмотрите это вот такие лестницы мраморные вот я покажу это да черная не же так же металлическая игорь ты шо да вот вы дальше я не пойду я вот люди жильцы вот нам показали добрые такие женщины смотрите все спасибо большое дорогие мои спасибо да не менее это я для youtube снимаю показываю людям как мы живем в одессе да конечно хорошо да спасибо большое спасибо какие милые дамы вот смотрите вот отсюда видно музей вот я вам показываю а мы сказали исторический да это музей археологии да мы извиняемся это музей археологии видите какая красота роза еще цветут вот справа еще это туда будет тунская площадь а потом приморский бульвар цель фонари горят на приморском бульваре вот видите здесь тоже музей это пушкинская желтый да вот такой желтый гранит гранита да экспериментальный хотели сделать все пушкинской этим гранитом но передумали он очень скользкий вот я вам покажу да это морской музей был они за часу действующий он после пожара я так и не знаю честно говоря вот три вон домик для кошек там тоже сейчас по всему городу суть 0 и слава я тоже вам снимала по всему городу в такие домики для кошек поставили царь там тоже огромный такой якорь стоит в одессе много вот такого якорей пушек до морского вот смотрите вот такое здание но это уже административное конечно здание раньше тут тоже было черноморского пароходства на первом этаже то точно точно же она в то а там на тех этажах не жили потом двор классный да там в этом доме там двор очень красивый там фонтан был допу мы помню когда мы в этот же ходили там очень красивый двор был это такой вот а на первом вот отель а нет кафе кафе это парикмахерская решет там уже елки так смотрите тут флаг висит украины и с и флаг германия значит что тут что-то немецкое что это вот так вот консульство вот здесь тоже мы идем вот видите люди белье сушат вот так запыхалась до сих пор не могу отпыхаться да ну здесь такое здесь люди курят мы не будем их снимать смущать с кафе видно а здесь что пишется сельдуре мария маритайм я езжу на каком-то языке а юридическая фирма какая и консульство вот видите здесь вот оперный ну конечно это самый шикарный один из шикарных районов одессы оперный здесь вот да я забыла сказать это же улица лонжероновская и она лонжероновская названа потому что здесь жил лонжерон на этой улице но я так поняла что он жил там в начале да получается может быть даже это его и было да ну и что-то мы пропустили вот слышите крики птичьи я не знаю это вот специально отгоняют голубей чтобы они не делали каку не обсирали этих сосадов да слышать я не знаю может у меня не очень хорошая этот звук а это вот музей балерина не музей магазинчик такой и музей такой маленький магазинчик при оперном там картину продают чашки вот такой все до открыточки это мы здесь запыхалась ну надо же да смотрите вот кассы театр но говорят будут работать будет работать театр будут да очень красиво здание что уже есть программы новогодние рождественские театральные я между в оперном театре ну да там видно будут через пару слов столов ой столов с сидений этот герой стиль там моцарт отель вот видите моцарт да еще есть сальери а вот смотри что тут написано а вот вот дом навродского да да здесь везде такие лёвы зякдыш сальери тоже где-то жди моцарта ну и вот там вот жилые здания мы идем прям по улице лонжероновская это лонжероновская 10 здесь такое ресторанчик счастье счастье да здесь другой ресторанчик вот с такой девочкой с кошечкой с кошечкой сидит пройдет ну дай мне ну дай мне покушать здесь вот видите уже пицца пицца все скидки вот так вот все вошли скидка на кухню 50 процентов да скидка на кухню вот можно попить чай кофе пожалуйста это все на лонжероновской а вот сальери вот кафе сальери это кафе не гостиница думала гостиница вот это маман знаменитая маман здесь вкусные котлетки дезерты рыбы салаты мясо паста тесто котлеты и вот она сама маман сейчас я вам покажу маман вот смотрите маман это мама видели эту маман мы видели но идемте дальше очень красивое здание да очень красивая вообще что-то как масонская до суток может быть это и не масонская но лонжероновская 15 здание это церковь иисуса христа видно вы купили здание они уже давно здесь да тут же альфа-бан да да это мы сейчас будем пересекать екатерининскую улицу карла маркса по советскому ну уже снимали это все но мы идем гуляем да просто мы гуляем по вернее были по делам сходили а теперь гуляем с той стороны идем сюда так погуляйте же с нами да вот екатерининскую мы проходим там дальше теребасовская это лонжероновская бывшая ласточкина нет да на сухо сегодня нет тумана нет за три градуса правда был ветер такой приличный был такой вот чернослив это такая столовая самообслуживание до вечера здесь вот эти лампочки горят живут люди мы людей снимать не будем там стоят люди поэтому снимать они могут быть против немногие они видите как бы доброжелательно мы зашли они и люди сами это вот чисто одесситы вот они вот одесситы вот такие они открытые они не будут хорошо это конечно есть такие даже среди наших знакомых мы как-то зашли в один двор снимали снимали за нами наблюдали наблюдали чтобы вы знали если вы заходите в какой-то одесский двор вы не думаете что даже если вы никого не видите о сутри это исторический краеведческий музей даже если вы никого не видите это не значит что вас не видят и вас за вами не наблюдают поверьте мне вас за вами уже наблюдают уже смотрят что вы делаете так вот так вот так зашли в один двор по-моему в маякомском переулке да и там чудачка кстати эту чудачку мы знаем анткарль терморода скажем о это адвокат один посмотрим детективное агентство здесь и она такая прошло минут 10-5 она такая молодые люди а шо вам надо а в чем дело у вас все нормально и она уже собиралась открыть ротик но она узнала нас ой ребятки вот видите частный детектив и тут же вот здесь двор так что одесситы очень доброжелательно чтобы знали очень дружелюбные люди и терпимые но если одесситов вывести конечно вы можете вы можете услышать тираду тирады чего слов которые вам могут не понравится это так нежно нежно говоря скажу смотрите какая лестница интересная это тоже кафешка закрыта да маленький видите закрытый кафе закрытый маленький нотариальная контора ой а там смотри вообще какой-то подон что-то сегодня открыты все ворота вот здесь нотариус ничего себе куда мы вышли вот это да ну школа сейчас не работает скорее всего там просто гуль двор гуляют дети да ну выходим сейчас магазинчик так вот здесь тоже какой-то часто будет китайской он здесь никита это не китайская да вот китайский да его недавно кстати открыли до буквально год назад здесь еще не вот в этом месте было пусто пристроили а это пиццерия более поле о вот пиццы вот но все время приятно часто здесь ходим бываем спросим даст ребята вы работаете конечно сейчас мы до конца снимем к вам возвращаемся вот смотрите это ресторанчик оля очень вкусный сейчас мы сюда вернемся попить чашечку кофе помыть руки там хорошо вот и мы вышли на улицу гаванная вот видите а там горсат вот улица гаванная гурсат это украинский ресторан куманец кстати очень хорошая кухня здесь шикарная вас слышите как как нас приглашают вежливо спасибо 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 спасибо